В начале проверьте, не был ли выпущен производителем автомобиля сервисный бюллетень с описанием особого порядка действий по замене турбокомпрессора. Закажите турбокомпрессор NISSENSE, поставляемый с комплектом прокладок. В каталоге NISSENSE представлены технические данные наших изделий. Для поиска деталей укажите оригинальный номер или артикул другого производителя. Закажите другие детали, необходимые для установки. Маслопроводы, масляный фильтр, моторное масло, воздушный фильтр, хомуты, прокладки и уплотнительные кольца. И, если необходимо, интергулер, вентиляцию картера, клапан ЭГР и патрубки и шланги турбонаддува. Внимание! Внимательно изучите и следуйте инструкциям по установке турбокомпрессора для предотвращения типичных ошибок и преждевременной поломки. Найдите инструкции NISSENSE внутри коробки или в электронном виде. Пожалуйста, имейте в виду, турбокомпрессором, устанавливаемым на грузовые автомобили, может требоваться регулировка корпуса перед монтажом на различные модели и версии грузовиков. Подробное пояснение должно быть приведено в технической документации автомобиля. Диагностика обязательно перед монтажом турбокомпрессора. Помните, зачастую поломки турбокомпрессоров вызваны неисправностями других компонентов. Перед установкой все неисправности должны быть устранены. Начните с проверки того, имеют ли место следующие симптомы. Недостаточная мощность, чрезмерное дымление двигателя, шум, чрезмерный расход моторного масла. Эти неисправности вызываются зачастую не неисправностями турбокомпрессора, а другими причинами, и необходимо устранить эти исходные причины. Проверьте уровень моторного масла, чтобы выявить или устранить возможные проблемы, связанные со смазкой. Выполните бортовую диагностику автомобиля для выявления всех существенных для данного случая ошибок. Теперь необходимо обследовать все детали и узлы около турбокомпрессора. Интеркулер. Замените интеркулер, если он находится в неудовлетворительном состоянии. В любом случае замените интеркулер, если предыдущая поломка турбокомпрессора была вызвана заклиниванием. Входной и выпускной коллекторы. Все трубки и шланги около турбокомпрессора. Система вентиляции и давления в картере. В воздухозаборная система. Выхлопная система. В частности, клапан ЭГР, сажевый фильтр и или каталитический нейтрализатор. Любые дефекты, такие как повреждения, трещины и загрязнения, необходимо устранить, если необходимо заменить дефектные детали. Необходимо соблюдать осторожность при манипуляциях с этим устройством. Турбокомпрессоры отличаются хрупкостью и большим весом. Ни в коем случае не беритесь за актуатор, шток или за шланги. Никогда не меняйте никаких настроек или калибровку на штоке актуатора. Все турбокомпрессоры Nissan является частью концепции First Fit, согласно которой все необходимое для быстрой установки вложено в коробку. Отсоедините старый турбокомпрессор и снимите его с автомобиля. Снимите старые изношенные прокладки. Тщательно очистите поверхности фланцев перед установкой новых прокладок. При установке турбокомпрессора Nissan's необходимо заменить масляный фильтр, воздушный фильтр впускной системы и залить свежее моторное масло. Теперь вы можете установить новый турбокомпрессор на автомобиль. Снимите защитные заглушки. Проверьте, не попали ли какие-либо загрязнения куда-нибудь внутрь турбокомпрессора. Такие загрязнения могут привести к неустранимым повреждениям двигателя и турбокомпрессора. Перед установкой подающего маслопровода залейте новое моторное масло в отверстие для подвода масла. Прокрутите несколько раз компрессорное колесо от руки. Это обеспечит вращение вала и подачу свежего масла к подшипникам перед первым пуском двигателя. Установите новую прокладку и поместите турбокомпрессор на блок двигателя или коллектор. После замены уплотнительных колец, прокладок и хомутов шлангов подсоедините на свое место выхлопную трубу. Убедитесь, что используются надлежащие прокладки. Устанавливайте прокладки правильной стороной. Центральные отверстия прокладок и фланцев должны точно совпадать. Неверное положение прокладки приводит к ограничению потока и, таким образом, к нарушению работы двигателя и турбокомпрессора. Сведения о моментах затяжки и другие указания по монтажу посмотрите в документации производителя автомобиля. В случае турбокомпрессоров, управляемых актуаторами с электронным датчиком положения, проверьте состояние электропроводки автомобиля и соединительный разъем. Обратите внимание на состояние изоляции и любые признаки поломки или влажности внутри разъема. Если обнаружена какая-то проблема, необходимо заменить разъем или проводку. Соблюдайте осторожность при подсоединении разъема. Надлежащая работа турбокомпрессора невозможна без смазки, поэтому чрезвычайно важно правильно присоединить маслопроводы. Мы настоятельно рекомендуем установить новые подающие и сливной маслопроводы. Если же маслопроводы не меняются на новые, то их следует тщательно очистить изнутри и убедиться в отсутствии вмятин, повреждений, пережатий и внутренних разбуханий. Не забудьте установить термоизоляционные рукава, если они уже использовались изначально. Такая термоизоляция защищает маслопроводы от коксования масла в случаях, когда маслопроводы располагаются слишком близко от источника избыточного тепла. Подсоедините входной и выходной воздушные патрубки к корпусу турбокомпрессора. Убедитесь в герметичности соединения. Если есть возможность, проведите испытания системы под давлением, пользуясь комплектом устройства для обнаружения утечек. Запустите двигатель и дайте поработать на холостом ходу в течение примерно трех минут. Выполните проверку на утечки воздуха, выхлопных газов и масла. В случае обнаружения какой-либо утечки, необходимо немедленно ее устранить. Проверьте противодавление выхлопных газов. Проверьте, обеспечивается ли должный поток масла через турбокомпрессор. Это можно сделать во время работы двигателя на холостых оборотах. Мы рекомендуем один из следующих методов. Измерьте давление масла в подающем маслопроводе. Давление должно быть в пределах 3-4 бар. Заглушите двигатель. Убедитесь, что уровень масла в норме. Подключите устройство бортовой диагностики снова и выполните сброс существовавших ранее ошибок. Совершите пробную поездку и проверьте, работает ли двигатель должным образом с ожидаемым наддувом и мощностью. Следует помнить, что правильная установка турбокомпрессора Ниссанс является залогом того, что он будет должным образом выполнять свои функции на протяжении всего срока службы двигателя, обеспечивая нужную мощность и удовольствие от вождения. Для получения дополнительных сведений о турбокомпрессорах посетите наш сайт support.nissans.com